Девушки отдыхают В этом репортаже мы расскажем о финальном дне соревнований, который собрал в этом зале олимпийских чемпионов Олега Григорьева, Вячеслава Яновского, Валериана Соколова, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Логутина, серебряного призера Олимпиады в Лондоне Софью Очигаву и многих прославленных спортсменов, почетных гостей турнира. Девушки отдыхают 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 Всех участников этого турнира. Здесь также присутствуют вдовы ветеранов советского бокса, чьи имена мужей их вписаны в энциклопедию советского бокса. Без них мы ничего не сделали. Благодаря которым был организован этот турнир. Огромное спасибо. Вам спасибо, что вы нам разрешили провести такой прекрасный турнир. Всегда готова с вами. На самом деле впечатлена. Очень комфортный, красивый зал и такие великие люди здесь присутствуют. Я просто не ожидала этого. Молодцы. Очень красивый, хороший, достойный турнир с такими звездами. Очень рада, что память такого замечательного боксера, как Олега Каратаева, хранит Федерация Бокса Москвы. Это очень здорово. И также здорово, что такие великие боксеры присутствуют здесь на финале этого соревнования. Турнир Олега Каратаева проводится в первый раз. Мне очень приятно быть на этих соревнованиях, потому что Олега Каратаева, я знаю, как хорошего боксера, замечательного товарища. Соревнования проходят тоже неплохо. Участвует много боксеров из разных обществ. Организация хорошая. Курняв тут позаботился о нас. Много боксеров, ветеранов бокса. Очень приятно встретиться, поговорить, обсудить соревнования. Ну, в общем, почаще будут такие соревнования проходить в этом хорошем клубе. Я занимаюсь в Строгино в «Самбо-70». Боксом уже 4 года. Имею первый юморский разряд. Бой провел хорошо. Сделал то, что хотел, выиграл. Турнир, в общем, посвящен замечательному боксеру, выдающемуся боксеру Олегу Георгиевичу Каратаеву. Мы с ним, в общем, познакомились в 1971 году на сборах сборной команды СССР. Ну, и, в общем, как-то сошлись, вот и дружили, в общем, до самой его кончины. Вот, порядочный он человек. Он хороший товарищ, хороший друг и, в общем, просто замечательный человек. То, что, в общем, с ним случилось, конечно, это повергло в шок всех нас. Вот, поэтому, в общем, мы должны помнить, как говорится, его, его заслуги, особенно как человека его. И вот, и то, что вот сейчас турнир, в общем, в его честь проводится, это, в общем, ну, хорошая такая, в общем, замечательная дань, в общем, говорится, его памяти. С Олегом Каратаевым мы были, значит, в 1971, 1972, 1973, 1974 году в одной команде. Ну, судьбой мне, как бы, было предназначено несколько раз встречаться с ним. Один раз в Москве, в 1972 году перед Олимпийскими играми в Мюнхене на чемпионате Советского Союза. И один раз во Львове на отборочном чемпионате к первенце Европы. Замечательный товарищ, настоящий мужик, как говорится, боксер от Бога. В команде, конечно, его ребята любили. Это был непростой, но верный и надежный товарищ. О нем всегда хорошее впечатление, хорошая память. В 1972 году перед Олимпийскими играми мне в первом бою на чемпионате Советского Союза, значит, жребий, выпал встречаться с ним в первом бою. Бой был, конечно, очень жесткий, тяжелый, острый, да. И Олег, конечно, он всегда дрался как мужчина. Без каких-либо уловок, без каких-либо нарушений и прочего. Да, как мужчина с мужчиной мы с ним дрались. В том бою победил он. Выиграл в пятницу, вот был финал. Пришлось боксировать соперника, который вот сейчас был в воскресенье. Ну, тяжеловато был бой. Вот, подустал немного. Очень здорово, что Федерация бокса Москвы не забывает тех замечательных боксеров прошлого времени, как Олег Каратаев, и проводит этот турнир. Это, я думаю, что будет влиять на воспитательную работу среди нашей молодежи. По поводу финальных боев, скажу так, все равные им ребята, все один в один. И очень приятно, что показывают такой хороший бокс. Техничный. Ну, где-то нет, не хватает единственного опыта. Остальное все, есть напор, есть желание. И я думаю, что это будущее России. Сейчас боксирует. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Каратаев, мастер спорта международного класса, я считаю, один из лучших советских полутяжей. Он наверняка бы стал замечательным профессионалом. Самый яркий его бой на Европе, в Белграде, когда он дважды уронил Мата Парлова, любимца и потрясающей всей публики Белграда, хотя сам побывал нокдауны. Вот это невероятные волевые качества. У него все данные были стать замечательным, великим боксером, профессионалом. Ну, так уж сложилась судьба. Он высочайший уровень психологической устойчивости. Он даже перед боем и во время, перед началом, он психологически имел влияние на своих соперников. Работал великолепно в ближнем бою. Его жесткие и потрясающие удары левы по печени и с переводом по голове не один раз роняли соперников на пол и вызывали булю аплодисментов. Что говорит? Замечательно. И, конечно, его изменил его тренер Георгий Джироян, который, исходя из его психологических, антропометрических и физических данных, ему построил ту манеру, которую приносило Олегу успех. Мы, боксеры того поколения, конечно, с огромным уважением относимся к Олегу. Ну и касательно его этого турнира, он наверняка станет традиционным. Великолепная организация. Конечно, Андрей Курневко провел огромную работу организационную. Вы посмотрите, как украшен зал, сколько призов, сколько почетных гостей. Я, как судья международной категории, который 50 лет в боксе и уже более 20 лет, как судья, хочу сказать, еще ни одного турнира в Москве юношеского не был такой уровень организации. Поэтому Андрея Курневко нужно поблагодарить и поздравить. То, что турнир станет традиционным, это не без всякого сомнения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я помню Олега Каратаева, когда он молодой, совсем пришел к нам, московский буревестник. Мы с ним были вместе в сборной буревестника. Он очень нравился мне тем, что он был очень серьезным парнем, физически крепким. Вы знаете, такой силы удара, какой была у Олега Каратаева, это мало боксеров обладали. И поэтому многие бои он заканчивал раньше срока. Заль очень меньше, он не попал на Олимпийские игры по разным обстоятельствам. Я думаю, он бы там тоже проявил себя. Ну и, в принципе, конечно, Олег Каратаев, он создан был для бокса. И он чувствует нормальную и здоровую жизнь, он отдал боксу. Ну, а судача с ним включился. К сожалению, мы никак на это, мы, наш коллектив боксерский, повлиять не мог, к сожалению. Но я очень рад участвовать в турнире «Память Олега Каратаева», потому что он, безусловно, заслуживает того, чтобы о нем помнили мы. Потому что он был великий, талантливый боксер. Олег Каратаев, я знаю уже. Знаю очень хорошо. Мы с ним боксировали два раза. Один раз на чемпионате Москвы в финале, где ему проиграл в виду явного преимущества. И в полуфинале чемпионата Советского Союза в Вильнюсе. Это настоящий мужчина, сильный боксер, прямой, смелый человек. Два раза ему проиграл, но тем не менее нет никаких обидов. Хотя мы с ним не были друзьями, крепкими друзьями. И мне приятно, что турнир начал здесь проводиться в Москве благодаря Андрею Курнявке. И то, что здесь сегодня собрались великие боксеры цвет бокса Москвы и Советского Союза. Спасибо всем присутствующим, что вы пришли, что вы поддержали нас. Низкий вам поклон, спасибо. И также я хочу сказать именно по фамилии, потому что без этих людей у нас бы этот прекрасный турнир не получился. Это Сухаров Александр Васильевич, Клименко Вячеслав Александрович, Моршин Игорь Глебович, Череповский Сергей Валерьевич, Алия Фаспаркова Утану Муратоновича, Алина Сумаит Адиньевича и Петров Анатолий Михайлович. Благодаря этим людям, благодаря этим людям у нас получился вот такой турнир, прекрасный турнир, спасибо. И с ним поклон. Сегодня у нас присутствует здесь один только из спонсоров. Это Череповский Сергей Валерьевич, пожалуйста, выйдите сюда. Сейчас мы ему хотим вручить благодарность. Спасибо вам огромное. За третье место награждается Барбенко Герман и Курбак Алиев. За первое место награждается Иван Шишей. Аплодисменты Аплодисменты Для награждения приглашается Софья Альбертовна Ачугава, серебряный призер Олимпийских игр в Орнепне. За первое место приглашается Дмитрий Тварин, награждает Татьяна Никитична и Софья Альбертовна. Альбертовна Ачугава Будет небесам жарко. Альбертовна Ачугава 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok